сегодня мы будем делать светильник задача светильника будет простая во первых он должен осветить рабочее пространство где будет стоять ноутбук или какая-то книжка то есть рабочий стол и вторая он должен светить без помех в радиоэфире это основа которая требуется от этого светильника второстепенная задача ну чтобы он при переноске был по крайней мере влагозащищен если он будет водозащищен то есть с возможностью погружения под воду это будет еще лучше ну хотя бы влагозащищен и вторая часть это чтобы он имел теплое свечение то есть чтобы не был синюшным и был более менее удобным для глаз для начала берется кусочек эко-бонда эко-бонд берется как радиатор с одной стороны там идет кусок алюминия и с другой стороны кусок алюминия на нем впоследствии будет клеится светодиодная лента на 5 вольт так как сам светильник у нас будет двухсторонний то соответственно провода подводим к каждой из сторон паял все маленьким 5 вольтным паяльником паять им очень удобно потому что сами объекты очень маленькие а у него очень тонкое жало после пайки лишний флюс удаляю так и так и 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 Далее выравниваю светодиодную ленту и наклеиваю ее на кусочки Экобонда Проверяю чтобы все было правильно подпаяно Включаем 100% 5,4 вольта 150 миллиампер 150 при 5 вольтах Сейчас я хорошенько его подсоединю и посмотрим как он светит Ванная комната, темно Задача этого светильника осветит рабочее пространство Вот он, возле ноутбука клавиатуру Может если что-то записывать ручкой на бумажке В общем как возле стола такой светильник Но я так смотрю что его можно использовать и как палаточное освещение такое Прикольно Далее проклеиваем защиту светодиодов Сама защита выполнена из коробки какой-то упаковки Приклеиваем ее при помощи двухстороннего скотча Крепляем ее при помощи двухстороннего скотча Вот так, теперь вот это. Нужно мне флюс? Да. Такая лампочка. Вот наш светильник готов, пакетик это чтобы во время переноски его хоть как-то защитить от влаги, данный коннектор это временное явление, просто думал взять из того что есть, был такой, но мне он не нравится, подкупил уже вот такой вот коннектор, питать все буду обычным аккумулятором 18650, пока здесь просто вывел плюс и минус. Светит от него, чуть менее ярко чем от 5 вольт, но в принципе мне главное чтобы он не фонил в эфир, а света мне хватает. Дальше, я также хочу аккумулятор сделать так, чтобы он был защищен от влаги. То есть нужно сделать либо аккумулятор куда-нибудь прятающимся, либо всю систему и зарядки аккумулятора, и питание аккумулятора куда-то прятающийся. Единственное, что мне пришло в голову, это взять вот такую вот штучку. Это заготовка для PET бутылок, для обычных полтора, но нашел еще вот такую вот штучку. Это не заготовка, это уже готовое изделие, по-моему в магазине продавалась холодная сварка. По виду они примерно одинаковые, разве что этот чуть поменьше, но сами крышечки подходят и вроде бы как все одинаково, но это легче. Вот это обычный, но тоже не совсем тяжелый, но все равно. Так короче блин, 43 грамма. Это вот обычный для PET тары, а вот этот 20, то есть в два раза дешевле, в два раза легче. В два раза легче, чем заготовка для PET тары. 43 грамма, а это 20 грамм. Как сюда заходит аккумулятор? Вместе с проводом заходит он сюда. Замечательно, и здесь еще остается место. Следовательно, это место нужно использовать с умом, как говорится. Я рассчитываю запихнуть сюда вот такую плату заряда. Вот. То есть она сюда тоже замечательно заходит. Ну и также, соответственно, все это, чтобы как-то закрывалось, надо крышечку сделать. Крышечку мы напечатаем на 3D принтере. Такая штучка получилась у нас. Так, секунду. О! Вот так. Вот. Вот. Вот такая штучка получается. Будет примерно вот сюда так ставится. Подключается сам светильник. Ну а вот сюда мы с вами подпаяем плюс и минус от вот этого вот контакта. Вот это минус и плюс. Вот. Вот что у нас получилось на 3D принтере. Вот такая вот штучка. Как это все находится в колбе. Вот так. Оно входит довольно таки плотненько, но потом я его закреплю еще посильнее. Так. Фокус. Вот так вот все выглядит. Давайте покажу, чтобы было понятно, как это все будет питать наш светильник. Вот у нас идет аккумулятор. Плюс с минусом. Далее. Б плюс, Б минус. Вот. Б плюс, Б минус. Подключаются. Вот сюда. Б плюс, Б минус. Затем out. Вот это out минус и out плюс. Это у нас идет на нагрузку. Соответственно это у нас идет на вот этот вот выход. Вот сюда минус, вот сюда плюс. То есть вот это центральный плюс, это минус. Ну и дальше вот этот минус и плюс соответственно подходит к выходу micro USB. Вот сюда вот. Минус и плюс. Сейчас мы все это будем подпаивать и прятать вот в эту колу. . Подписывайтесь. После того, как я сделал его аккумулятор, это у нас есть. Продолжение следует... 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 Получается аккумулятор у нас влагозащищен... Продолжение следует... 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 Продолжение следует...